Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сейчас топографическую карту можно купить в книжном магазине всего за 200 рублей Спасибо А во времена Русской Америки за такой вот кусок бумаги приходилось расплачиваться жизнями Своё расследование давней трагедии, развернувшейся на Аляске, мы начинаем в Курске Курск Один из центров по изучению истории Русской Америки Об экспедициях погибших на реке Медной в далёкой империи было известно немного В основном скупое, все погибли Именно в бассейн Медной реки было направлено сравнительно большее количество экспедиции, чем на всю территорию материковой Аляски в целом Именно это повышенное внимание со стороны русских колониальных властей, со стороны российско-американской компании Могло, в общем-то, и вызвать ответную реакцию, собственно, и местных жителей Самыми последними вверх по реке Медной отправились молодой штурман Руф Серебренников Его помощник Алексей Пестряков и несколько индейцев Официальное задание – картографическая съёмка и установление торговых связей с аборигенами Именно им и удалось первыми составить карту страны Атна Вот только какой ценой? На рассвете на русскую шхуну Тунгус прибыл необычный гость Вождь Атна, живущих в низовьях реки Медной, Тейнатхель, сам попросил об этой встрече На корабле его уже ждали правители русских колоний и морские офицеры Индеец передал русским карту реки Медной и немногочисленные вещи, оставшиеся от экспедиции Руфа Серебренникова Тейнатхель рассказал о гибели последнего члена экспедиции Алексея Пестрякова Отважный парень был этот русский Начал свой рассказ индейский тайон Финал известен Партия погибла Один из её членов, Алексей Пестряков, достаточно долгое время пытался вернуться В конце концов его тоже настигли и тоже убили Здесь можно рассматривать только такие версии именно отмщения за вольное или невольное какое-то оскорбление Ну или же просто версию такой превентивного удара Отчёт о гибели Руфа Серебренникова и его партии И скупые выдержки из полевого дневника Это всё, что есть у отечественных учёных Для дальнейшего расследования отправляемся на Аляску Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня индейские корпорации по-прежнему владеют землёй вдоль реки Медной С племени порядка двух тысяч человек О гибели россиян у местных особое мнение Американец Билл Симеон, антрополог Долго изучал историю освоения этой территории Он приверженец общепринятой версии о конфликте между нашими промышленниками и аборигенами Впрочем, среди индейцев распространена другая версия С русскими солдатами вверх по реке отправился индейец Байнинаехи, который не поладил со своей женой Она, как здесь говорят, владела запрещенным языком То есть умела вооружить И спела для них песнь злого колдовства С русскими солдатами вверх по реке Именно верховья реки Медной стали роковыми для первопроходцев Американец показывает нам точное место Их убили неподалеку от современного индейского поселка Слана Места здесь и по сей день дикие Не шутка! Добраться можно, как в 19 веке, лишь по воде Наша экспедиция впервые повторит тот путь, которым прошел Руф Серебренников и его команда А самое главное, мы все же поднимемся в верховье реки Медной И побываем на месте гибели россиян-первопроходцев С этих берегов реки Матанушки, поросшей привычных для россиян тополями Начинался волок на озеро Плавежное Вглубь территории индейцев племени Атна Отсюда мы начнем наше путешествие Сразу становится понятно Путешественникам прошлого здесь приходилось очень нелегко Первые полчаса на воде обернулись, если не трагедией То уж точно напряженным триллером с непредсказуемым финалом На Аляске мы уже в четвертый раз Прошли по маршрутам первопроходца Лаврентия Загоскина и штурмана Ивана Васильева Добрались до тех мест, где когда-то стояли русские редуты Нашли переносы из одной реки в другую Но так жестко не начиналась ни одна из наших экспедиций Субтитры сделал DimaTorzok Где это? Баркуемся? Леха, мы сейчас можем утонуть! Чуть не утонули, каркас щепки, пробоин штук восемь, не меньше. Заливало, не знаю, как мы починились, весло пополам. Ну, слава богу, запасные остались, сохранили. Сам каркас, кишпангозный ясный. Может быть, нас преследует то проклятие, которое было наложено в начале 19 века над всеми, кто внедрялся в эти искренно индейские земли. Посмотрим. Байдарки в клочья, сломанный каркас, пробоины в днище, весел нет. Идти дальше невозможно. Впереди большая часть маршрута, а вокруг абсолютно дикие места. В этих местах с экспедиции Руфа Серебренникова происходило то же самое. Из его дневников мы знаем, что их байдарки сильно пострадали, как и наши. Миша, что же тогда надо сделать, чтобы это проклятие на русских прекратилось? Мне кажется, завершить начатое Серебренниковым еще до него, пройти эту реку, исследовать этот район. Я думаю, так. На следующее утро удача вроде бы повернулась к нам лицом. Пробоины удалось залатать, ниже по течению нашлись застрявшие весла. КОНЕЦ Экспедиция приблизилась к одной из важных точек – заброшенному индейскому поселению, указанному на карте. Похоже, это та самая деревня, на которую когда-то вышли и наши предшественники. Тогда здесь жили 12 человек. Была страшная нищета и голод. На четвертый день своего пути от реки Купер по направлению к Плавежному озеру Рув Серебренников вышел в поселение местных индейцев, которые были дружно настроены к русским. С их помощью Рув Серебренников хотел исследовать Плавежное озеро. Местные индейцы Атна пользовались у русских самой дурной репутацией. В колониях они ходили самой страшной истории. Их считали каннибалами. В голодное время они якобы пьют собственную кровь и поедают мясо детей. Они уже жестоко расправились с несколькими российскими экспедициями. Два раза угрожали напасть на русские поселения на Аляске. Котелок. Здесь, в селении, Рув Серебренников планировал взять провожатых до Плавежного озера. Но столкнулся с неожиданной трудностью. Индейцы категорически отказывались идти с ними и показывать дорогу. Они говорили, что над русскими висит рок. Вечный шатун, священный медведь с красной отметиной на груди, следил за попытками чужестранцев проникнуть вглубь реки Медной. Якобы где-то в этих местах путешественники встретили его и выстрелили, но промахнулись. Обиженный хозяин Аляски пошел по их следу. Уже на маршруте у нас тоже возникло ощущение, что за нами с берега кто-то следит. Как мы выяснили из дневников экспедиции, до озера в 19 веке вверх по реке путешественникам добраться было невозможно. Слишком бурная вода. Они пошли лесом вдоль реки. Осматривая берега, кажется, нам удалось понять, где. На современной карте здесь обозначена историческая тропа. По-моему, очень хорошо, эта заметная тропа, да? Ну, это совершенно очевидно. Ну, здесь люди, да. Вот эта тропа существовала многие-многие годы. По этой тропе с реки Медной местные индейцы ходили на озеро Плавежное. Возможно, по ней и русские первопроходцы за четыре дня добрались до Плавежного озера. Одного из самых важных пунктов русской экспедиции. В середине 19 века англичане начинают активно исследовать внутреннюю Аляску. Великобритания тогда была главным конкурентом России на геополитической арене. Решительные действия британцев и вынудили россиян снарядить в страну Атна очередную экспедицию. Правитель Русской Америки Михаил Тебеньков дал задание молодому штурману Руфу Серебренникову проверить, нельзя ли там поставить редут, укрепленное поселение, которое поможет в дальнейшем продвижении России в эти земли. Пушистое золото Аляски – шкуры животных. Российская империя охотилась здесь за мехами. Служащие российско-американской компании исследовали страну, чтобы найти богатые пушниные районы и наладить торговые отношения с аборигенами. Увидев эти места собственными глазами, мы приходим к выводу. Здесь слишком холодно из-за соседства ледников, а реки очень бурные. Пожалуй, нигде на Аляске мы не видели так мало зверей. Много рыбы в ручье, который вот остался у нас там сзади. Много ягод. Ну, грибы здесь, человек, который в них разбирается, тоже будут достаточно интересны. Мы рыжики встретили на этом лесу. Ну, а пушнина, добыча пушного зверя, то, что в основном требовалось русской, американской компании, ну, я очень сомневаюсь, что здесь она возможна в промышленных каких-то масштабах. Мы на собственном опыте выяснили, одна из основных версий гибели партии Серебренникова абсолютно беспочвенна. В России считалось, что наши первопроходцы слишком агрессивно себя вели по отношению к индейцам. Мало того, избили одного из вождей. Так вот, мы уверены, россияне не могли вызвать гнев местных жителей своим поведением. Ведь грубить им, передвигаясь здесь на байдарках, самоубийство. Река слишком бурная, и это отнимают у экспедиции все силы. Об этом свидетельствуют и дневники Руфа Серебренникова. Даже голодая, он постоянно угощает туземцев табаком, расплачивается за их услуги и вообще старается завоевать их расположение. Ведь он и сам наполовину индеец. Как и многие креолы, потомки смешанных браков, за счет российско-американской торговой компании окончил в Петербурге училище торгового мореплавания. Политика империи в отношении местного населения разительно отличалась от политики Соединенных Штатов. Язык, уклад жизни, традиции в это Россия не вмешивается. Все это привело к тому, что многие другие племена Аляски до сих пор с благодарностью вспоминают наших соотечественников и считают себя русскими. Почему же в этом районе, в стране Атна, отношения с индейцами складывались так трагически? Какую тайну так ревностно хранили аборигены? И что искали здесь первопроходцы на самом деле? 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 Уже несколько месяцев Алексей Пестряков пробирался по лесам вдоль реки Медной, чтобы выйти к своим, ближайшей русской одиночной избе. По его следу шли воины Атна. Они охотились за ним, как за зверем. Весь израненный в лохмотьях, русский первопроходец хотел во что бы то ни стало доставить самое ценное сокровище – карту реки Медной. Пестрякову приходилось питаться сырым мясом, печенью убитых животных, ведь костер мог выдать его. Преследуемый индейцами, без отдыха и тепла, русский упорно шел вперед, стараясь не вспоминать, как почти полгода назад на рассвете индейцы окружили лагерь-экспедиция. Мы достигли того места, на котором обрываются дневники Руфа Серебренникова. Эти самые координаты он указал в последних записях. На нашем пути к загадочным верховьям Медной очередные препятствия. Река становится все более сложной, а путь все более драматичным. Кажется, проклятие не оставляет нас в покое. Так, все, все, не грибем, рулим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Одно из байдар опять в дребезге. Чинить пришлось подручными средствами. Получилось не слишком надежно. Остается только надеяться, что нам хватит этого, чтобы дойти до места гибели российских экспедиций. Мы так устали, что ночью долго не могли заснуть. Лежали молча, смотрели на звезды. И думали о том, что когда-то здесь вглядывался в то же самое небо рушь Серебренников, еще не зная, что ждет его впереди. Несколько русских. Посреди необъятной и враждебной страны Атна. Думали мы и о том, насколько далеко сегодня ушли от тех людей, которые добровольно пошли на такой риск не корысти ради, а ради служения собственной стране. Здесь заканчивается вводная часть экспедиции. Дальше мы поедем на арендованном автомобиле. Коперцентр. Один из немногих населенных пунктов в этих местах. В мотеле мы знакомимся с его хозяином, Биллом. Байкер и весельчак, он уже несколько десятилетий живет среди Атна и уверен, они до сих пор не принимают чужаков. Если вы были плохой человек, они не критиковали тебя, они просто выгибли тебя. Билл сообщает, главное богатство этих земель – медь. Атна – это аляскинские оружейники. Медь они продавали даже в далекий Китай. В 19 веке это стратегический материал, как в середине 20 века – уран. Из нее изготавливали буквально все, начиная от монет и заканчивая оружием. Похоже, поиск месторождений меди и был одной из целей российских экспедиций в эти места. Индейцы не идут на контакт и относятся к нам очень осторожно. Свою историю Атна хранят очень бережно. В этом индейском племени до сих пор есть свой стори-таймер, что-то вроде сказителя. Его задача – хранение и передача всей устной истории племени. И одного из них мы сможем увидеть, но только после того, как пройдем верховье реки Медной. Зовут его Уилсон Джастин. Вполне возможно, он знает что-то и о гибели россиян. Наша экспедиция приближалась к той самой точке, пересекать которую раньше было смертельно опасно. Сейчас мы отправляемся к месту, где была убита русская экспедиция. Через три мили дорога приведет нас на берег реки Медной. Посмотрим, что там осталось. Мы идем по землям, которые принадлежали некогда индейцам племени Атна. Сейчас это частная территория, и не каждому суда разрешен вход. Современные Атна продолжают хранить тайну гибели русской экспедиции. Повторяемся ее разгадать. Здесь мы опять вспомнили легенду о вечном шатуне. Медведь-призрак, по преданию индейцев, явился во сне вождю племени, жившему неподалеку отсюда. Он-то и приказал Атна убить русских. В английском языке имя Руф пишется как Руфус. Этот ручей, Руфус Крик, мы обнаружили недалеко от места гибели русской экспедиции. Уверенны, что ручей назван в честь российского штурмана Руфа Серебренникова. Уже полтора года экспедиция Руфа Серебренникова и Алексея Пестрякова продвигалась к верховьям медной в окружении враждебно настроенных индейцев. Так далеко не удавалось пробраться никому из россиян. Задача составить карту страны Атна была почти выполнена. Первопроходцы исследовали район Плавежного озера, где руководство российско-американской компании хотело построить укрепленный редут. И пришли к выводу, что это не имеет смысла. Это утро ничем не отличалось от других. Алексей Пестряков проснулся самым первым, еще до рассвета, и отправился к реке. Все было тихо, но тишина оказалась обманчивой. Руф Серебренников, двое креолов, спавших с ним в одной палатке, все были мертвы. У их трупов Алексей Пестряков дал себе слово. Во что бы то ни стало доставить карту своим. Сделать все, чтобы смерть его товарищей не была напрасной. Все, что случилось с ним дальше, его тяжелые скитания, вошли в историю Русской Америки как одна из самых героических страниц. Его личная отвага и мужество принесли плоды. Карта экспедиции Руфа Серебренникова стала первой картой этой местности. А именно отважных первопроходцев история сохранила и по сей день. Сейчас это место выглядит очень мирно. Здесь расположен лагерь местных рыбаков. На самом деле именно здесь разворачивалась одна из самых кровавых трагедий в истории Русской Америки. Интересно, что нападавшие убили только русских. И это не оставляет камня на камне от еще одной версии гибели русских первопроходцев. Ведь песнь злого колдовства, то самое проклятие, была спета прежде всего для индейца, который шел вместе с россиянами. А ни один индейец в этой истории не пострадал. После того, как мы прошли ту точку, которая была роковой для русских экспедиций, ощущение того, что за нами следят, пропало. Дорога до сказителя, про которого рассказал нам Билл, оказалась уже непривычно простой. Такое ощущение, что негостеприимные земли Атна наконец открылись нам. Правда, в отличие от самих индейцев. Встретили нас настороженно. А сам Уилсон Джастин согласился пообщаться с нами, только без камня. Разрешил лишь сфотографировать его. Давать интервью старейшины племени запретили. Зато тут нас ждал настоящий сюрприз. Предок Уилсона был шаманом у верховых Атна, тех самых, которые убили россиян. Информация, полученная от индейцев Атна, коренным образом расходится с той, которая известна в России. Единственный выживший член экспедиции Алексей Пестряков все же дошел до русских. Индейцы сами отпустили его, чтобы он предупредил своих. Отправлять сюда экспедиции больше не стоит. Он же и передал бумаги экспедиции властям. Однако после этого Атна все же выстретил и убили его. Впрочем, самой большой неожиданностью для нас оказывается другое. Рудник, который русские искали в верховьях реки, оказывается вообще не там. Индейцы-проводники сознательно сбивали их со следа. И все же отважные первопроходцы смогли приблизиться слишком близко к разгадке. На этой карте видно – вот то место, где погибли несколько российских партий. А вот перевал, через который они могли попасть вот сюда, на медный рудник. Здесь одно из самых высоких в мире содержание меди в руде. Около 70%. Сегодня этот когда-то очень крупный рудник давно заброшен. Закрыли его в 30-е годы 20-го столетия. Он не выдержал конкуренции с медными рудниками Южной Америки. Так выглядит саморудная медь, которую добыли вот в тех горах, где была первая шахта для добычи меди. История сыграла с Атна злую шутку. Тайна этого рудника, из-за которого погибло столько человек, стала роковой и для самих индейцев. В конце 19-го века на них посыпались настоящие несчастья. Сначала страшный голод, затем эпидемия, Атна были на грани вымирания. Предприимчивые американцы предложили вакцину и продукты в обмен на местоположение рудника. Шаман по имени Николай, который тогда руководил племенем, согласился. Современные индейцы уверены, его обманули, а впоследствии и отравили. Непонятно, а почему Николай сделал это. Историки до сих пор спорят, действительно ли он пытался спасти своих людей от голода, который был в этих краях в конце 19-го века, или же он был просто обманут белыми пришельцами. Белые пришельцы оказались очень предприимчивыми американцами и поняли, что есть золотая лихорадка, а есть просто медь, которую можно добывать и при этом получать большие деньги. Так появилась идея построить здесь рудник по добыче меди. Тем самым, сто лет спустя, после того, как первый руководитель российско-американской компании, купец Александр Баранов, высказал идею о строительстве такого рудника, эта идея была реализована американцами. Здесь у места, к которому так стремились экспедиции прошлого, закончилась и наша. Мы первые русские, которым удалось пройти этот путь до конца. Гибель партии Руфа Серебренникова когда-то привела к катастрофическим последствиям для Русской Америки. По словам американского исследователя Джеймса Кэрри, эта акция верховых Атна положила конец попыткам русских добиться успеха в глубине материка. Вскоре Аляску продали, а на родине постарались поскорее забыть отважных первопроходцев. Как выяснилось, причина гибели россиян в этих местах не связана с проклятием, местью вечного шатума или недопониманием. Мы уверены, причина банальная. Индейцы просто очень жестко охраняли свои богатства. Тайну реки Медной теперь можно считать разгаданной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok